Первый бой Ильи Муромца. В старину-страдавню жил под городом Муромом в селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич со своей женой Ефросиней Яковлевной. Был у них один сын Илья. Снарядился Илья и пошел к отцу с матерью. Отпустите меня, батюшка с матушкой, в стольный Киевград князю Владимиру. Буду служить Руси родной верой правдой, беречь землю русскую от недругов-ворогов, говорит старый Иван Тимофеевич. Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые дела моего благословения нет. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти, а для чести, для богатырской славушки. Зря не лей крови людской, не слези матерей, да не забывай, что ты роду черного крестьянского. Поклонился Илья, поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли и пошел седлать бурушку, косматушку. Положил на коня потнички, на потнички войлочки, а потом седло черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, а с тринадцатой железной не для красы, а для крепости. Захотелось Илье свою силу попробовать. Он подъехал к Оке-реке, уперся плечом в высокую гору, что на берегу была, и свалил ее в реку Аку. Завалила гора русло, потекла река по-новому. Взял Илья хлеб царжаного, корочку опустил ее, корочку, опустил ее в реку Аку, сам оке-реке приговаривал. А спасибо тебе, матушка Ака-река, что напоила, что накормила Илью муромца. На прощание взял с собой земли родной малую горсточку, сел на коня, взмахнул плеточкой. Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал, только пыль по полю столбом поднялась. Как хватил Илья коня плеточкой, взвился бурушка-косматушка, проскочил полторы версты, где ударили копыты конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илюша сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова. Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович. До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь. Воды испите на братцу силы богатырской. И поехал Илья к Киеву. Ехал он дорогой прямоезжей, мимо города Чернигово. Как подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум и гам. Обложили город татар тысячи. От пыли, от пару лошадиного над землем глаз стоит. Не видно на небе красного солнышка. Не проскочить меж татар серому заюшке. Не пролететь над ратью ясному соколу. А в Чернигове плач да стон, звенят колокола похоронные. Заперлись черниговцы в каменный собор. Плачут, молятся, смерти дожидаются. Подступили к Чернигову три царевича. И с каждым силы сорок тысячей. Разгорелось у Ильи сердце. Осадил он бурушку. Вырвал из земли зеленый дуб с каменями да с коренями. Ухватил за вершину, да на татар бросился. Стал он дубом помахивать. Стал конем врагов потаптывать. Где махнет, там станет улица. Отмахнется переулочек. Доскакал Илья до трех царевичей. Ухватил их за желтые кудри. И говорит им такие слова. Их вы, татары, царевичи. В плен мне вас, братцы, взять. Или буйные головы с вас снять. В плен вас взять. Так мне девать вас некуда. Я в дороге. Не дома сижу. У меня хлеб. В тараках считанный для себя. Не для нахлебников. Головы с вас снять. Честь и мало богатырю Илье Муромцу. Разъезжайтесь-ка вы по своим ордам. Да разнесите весть по всем врагам, Что родная Русь не пуста стоит. Есть на Руси ли сильные, могучие богатыри. Пусть об этом враги подумают. Тут поехал Илья в Чернигов город. Заходит он в каменный собор, А там люди плачут, обнимаются, С белым светом прощаются. Здравствуйте, мужики черниговские. Что вы, мужички, плачете, обнимаетесь, С белым светом прощайтесь. Как нам не плакать? Обступили Чернигов три царевича, С каждым силу сорок тысячей. Вот нам и смерть идет. Вы идите на стену крепостную, Посмотрите в чистое поле на вражью рать. Шли черниговцы на стену крепостную, Глянули в чистое поле, А там врагов побито, повалено, Будто градом Нива выбито, пересечено. Бьют челом Илье черниговцы, Несут ему хлеб-соль, Серебро, золото, дорогие ткани, Камнями шиты, добрый молодец, Русский богатырь, Ты какого роду племени, Какого отца, какой матушки, Как тебя по имени зовут? Ты иди к нам в Чернигов воеводы, Будем все мы тебя слушаться, Тебе честь отдавать, Тебя кормить, поить, Будешь ты в богатстве и почете жить. Покачал головой Илья Муромец, Добрые мужички черниговские, Я из-под города, из-под Мурома, Из села Карачарова, Простой русский богатырь, Крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, И мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, Красных девушек, Малых деточек, Старых матерей. Не пойду я к вам, воеводы, В богатстве жить. Мое богатство, Сила богатырская, Мое дело, Руси служить, Ее от врагов оборонять. Стали просить Илью черниговцы Хоть денек у них перебыть, Попировать на веселом перу, А Илья и от этого отказывается. Некогда мне люди добрые, На Руси от врагов стон стоит, Надо мне скорее к князю добираться, За дело браться. Дайте вы мне на дорогу хлеба До ключевой воды И покажите дорогу прямую Киеву. Задумались черниговцы, Запечалились. Эх, Илья Муромец, Прямая дорога к Киеву Травой заросла, Тридцать лет по ней Никто не езжевал. Что такое? Засел там у речки Смородиной Соловей-разбойник, Сын Рахманович. Он сидит на трех дубах, На девяти суках, Как засвищет он по-соловьиному, Зарычит по-звериному, Все леса к земле клонятся, Цветы осыпаются, Травы сохнут, А люди да лошади Мертвыми падают. Поезжай ты, Илья дорогой окольной, Правда, прямо до Киева Триста верст, А окольной дорогой Целые тысяча. Помолчал Илья Муромец, А потом и головой тряхнул. Нечесть, не хвала мне, Молодому, ехать дорогой окольной, Позволять соловью-разбойнику, Мешать людям Киеву путь держать. Я поеду дорогой прямой, Неезженной. Вскочил Илья на коня, Леснул бурушку плеткой, Да и был таков, Только его черниговцы И видели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова